всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот интереснейшее видео последние семь лет апокалипсиса или назвал я его но это короткое название на значке а длинное звучит так апокалипсис события последних семи лет перед вторым пришествием иисуса христа ну я если более еще подробно да то после со события основные события последних семи лет перед вторым пришествием с христа последние седьмины и знаете я вот такую страничку у себя на сайте сделал продолжительность апокалипсиса где и будет это видео здесь не я сделал такую схемку вы сможете если надо кому-то просто сохранить себе скачать и в принципе этот ролик такое можно сказать завершение такой трилогии дам если перед этим чтобы может быть лучше разбираться в теме и понять о чем сейчас буду говорить посмотрите предыдущие видео буквально не так давно они вышли это последняя седьмина времена и сроки великой скорби после времени там говорю вообще о седьмине что такое если это седьминой можно были ли седьминой называть то есть семилетием последним это вот книгу откровения целиком и тоже очень близко похоже по теме это первый первый за это последняя седьмина или семилетия до 2 пришли иисус христа а второе время и сроки великой скорби последнем времени казалось бы по теме очень близко продолжительности апокалипсиса но я немножко разных вещах говорю разные вещи сравниваю показываю и в основном иду по всей библии да я показываю моменты из ветхого но за это где мы можем узреть до это время и сроки а сегодня мы непосредственно так скажем на такой вот схеме иллюстрированной схеме я несколько дней старательно для вас делал для себя для вас тоже но у меня в голове уже все давно сложилось но мне хотелось поделиться тем что у меня в голове чтобы это спроецировать на экраны чтобы это увидели вы мы с вами сегодня схематически в таких вот иллюстрациях разберем книгу откровения я надеюсь что нам станет практически понятно и знаете я все думал по какому же принципу я как бы выбрал эти события конечно в книге откровения есть и события большего порядка чем мы с вами здесь рассмотрим но все события которые видите на экране в этих иллюстрациях сейчас немножко мелковато но я вам раскрою побольше обязательно хотя сейчас секундочку вот в такой вот большой формат мы с вами перешли чтобы вам было крупно и наглядно потому что сначала мы посмотрим всю книгу откровения все семь лет я уже объяснил почему я считаю что книга откровения это семь лет посмотрите вот два предыдущих видео которых я то что анонсировал ну а эти события которые отобрал они знаете в каком принципу отобранным это все события и так скажем основные и где есть какие-то цифры какие-то времена какие-то сроки по которым мы можем что-то сориентироваться и как вы видите в принципе книга откровения делится на два больших периода до 1 это 1 3 с половиной года это семь печатей и семь труп и вторая часть это после воцарения то есть это три спорта года до воцарения антихриста и три с половиной года после и того у нас получается с вами семь лет до воцарения антихриста происходит нас семь печати и семь труп после воцарения антихриста у нас с вами происходит что принятие печати на руку и лоб поклонение антихристу выливание чаш гнева на все это царство антихриста и что у нас с вами есть церковь в пустыне у нас с вами есть так называемые два пророка а перед этим ну или после этого война на небе мы сейчас увидим куда все это раскладывается да вот все очень просто и понятно давайте у вас общая схема как бы видно да а теперь давайте поговорим более подробно о каждой части времени до воцарения антихриста и времени после давайте сначала поговорим о времени да да во первых прежде всего хочу сказать что книги книга откровения эта книга последовательная несмотря на то что в ней есть параллельные события она последовательная сама по себе да безусловно когда мы с вами живем в какое-то время его длится длится течение времени конечно в нашей жизни могут происходить разные события из одной точки я уж не говоря о том что в одно и то же время начинается жизнь разных людей здесь живет петя здесь маша здесь дальше здесь костя все эти люди живут в одно и то же время но у каждых людей в это время разные происходят события и конечно же когда мы пишем какую-то книгу любую мы пишем его последовательно когда мы смотрим какой-то фильм на экране у нас события идут одно за другим но порой они описывают одно и то же самое время да это очень легко то есть когда конечно очень часто употребляется такая фраза что в тоже время до тем временем тем же временем там у васи происходило тот же а у юли в то же время делалось то же самое да то есть когда мы смотрим фильмы конечно мы смотрим последовательно эти события но понимаем что происходит они одновременно параллельно у каждого до человека это очень легко понять да поэтому конечно же на этой вот шкале времени которую я вам изобразил да конечно же в каждый в каждый момент времени у каждого из четырех человек а нас 8 миллиардов на земле да у каждого своя жизнь своя история мы с вами смотрим новости там по украине да там кто-то происходит а то в то же самое время там в белом доме решали тот или выступал тот а да в то же самое время а в россии то там в израиле то-то в японии то-то да в то же самое время на одни те же события была такая-то реакция и нам последовательно мы с вами чем последовало мы люди и мы не можем одновременно читать две книги да мы не можем с вами одновременно сразу слушать 2 несмотря на то что нас 22 ухода но это не говорит о том что мы сразу можем воспринимать две разные информации в этом ухе слушаем и в том ухе абсолютно другую слушаем когда нам много людей мы обычно что-то начинает говорить мы говорим стоп 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 да потому что то что нам два человека начнут в разные ухе наговаривать мы ничего вообще не поймем это очень важно поэтому конечно же события происходит параллельно но эти события могут во времени ветвиться да но это очень важно понимать и не путать и и тем более книга откровения как любая нормальная книга не написано шиворот-навыворот события которые написаны после значит они написаны после это тоже очень все важно всегда понимать ну и вот мы с вами и и еще по поводу всех этих конечно же событий которые мы с вами видим по поводу того что при этом вы скажете я просто слышал меня пытались убедить однажды когда я первый раз книгу откровения зачитывал публичное чтение с моими комментарии что типа все чаши все все трубы а ангел трубящих трубы все печати и все чаши это параллельные события не зря всех по 7 и вот они одновременно все открываются это полная чепуха посмотрите на моем канале христолюб чтение библии на их писание саму книгу откровения послушайте вместе со мной почитайте там как раз после печати я и все это объясняю показываю что это невозможно да я сделал с как это называется собирательную до таблицу со сводную таблицу и показал насколько это не суразится потому что дать мы сегодня тоже об этом скажем вот вы видите на иллюстрации что при втором ангеле трубящим умрет треть всего живого в море а в книге откровения это у нас с вами авто 2 до ангел трубящий второй ангел трубящий а в книге откровения нам написано что второй ангел вылил чашу свою ему и море сделалось кровью как бы как бы из мертвеца и все одушевленная умерла то есть мы с вами видим простое элементарное противоречие то есть если эти чаши чаши трубы и и печати все параллельно то как у нас при той же самой второй трубе ангеле трубящим у нас треть только написано умирает в море все а уже при чаше уже все умерло то есть это конечно же бред это и это не состыкуется и когда мы с вами читаем о печати кто 7 печать раскрывается и появляются семь этих ангелов трубящих то есть они появляются при написано открытие последней печати давайте мы с вами даже тоже я вам зачитаю просто может кто-то не такого никогда не слышал поэтому я для вас это сделаю да это восьмая глава и когда он снял седьмую печать сделать безмолвие на небе как бы на полчаса и я увидел 7 ангелов которые стояли пред богом и данным 7 труб то есть да вы видите это очевидные вещи что когда только снята была седьмая печать открыто да только тогда я увидел 7 ангелов с трубами которые будут потом трубить не да то есть мы с вами видим что события да мы сейчас с вами будем разбирать вот то что я вот это вот нарисовал запомните это конечно же мы с вами сейчас будем видеть как события постепенно открываются и дополняет друг другу и начинают из последовательных переходить в параллельный да и об этом много говорил когда когда вы вот те же самые печати первые четыре печати это так называемые всадники на конях да и я еще когда при чтении все это показывал что их рисуют очень по-разному их очень часто рисует последовательно очень много картинок где они вот так ну как бы на нас скачут все прям четвером в одном а где-то кстати идеальные картинки есть где они так немножко друг от друга отстают но вроде бы и и и сильно да вроде бы одновременно так с качественно с небольшим друг от друга отставанием там ну на на голову лошади да есть где они прям в профиль допом от называется они прям друг за другом скачут я тогда вот как бы говорил что уместно и то и то то есть начинают они одна за другом появляться но потом они ну грубо говоря не начали скакать знаете как из пещеры допустим или с какой-нибудь и конницы да конечно из небольшой дверцы выскакивает по одному лошади но потом они из одной превращаются в четыре потому что гоняет друг друга и и начинает бежать одновременно мы а сегодня с вами об этом и будем говорить поэтому вот я вам уже в принципе показал я заметьте здесь точно также и изобразил то есть я печати открываются как бы одна за другой тем более когда вы понимаете что они обозначают а в книге при чтении книги откровения все это подробно рассказываю сегодня расскажу кратко первый конь это это пропаганда хотите люди слова это проповедники это учителя это все на свете люди которые словом да то скажем воюет на земле да за добрая или за злое второе это война третье это кризис и голод и четвертое это сайт всадник имя которому смерть на бледном камне которым дана власть умертвить четверть населения земли то есть из восьми миллиардов погибнет 2 миллиарда пятая печать это гонение шестая печать катаклизмы естественно не будет происходить от всех этих всех этих мировых войн от этих ядерных бомбежек биологического и всякого другого оружия и 7 печать вот как раз открывается эти ангелы трубящие и там тоже землетрясения ну тоже природные катаклизмы то есть и понятно что когда мы с вами вы же прекрасно понимаете что прежде вначале было слово вначале был логос вначале была мысль и мысль была у бога и мысль было бог до логос там слово переводит не совсем правильно там логос мысли вначале мысль потом мысль что превращается как сматериализуется либо в слово посредством уста рта языка да и нёб и всего гортани это удали да или в дело посредством рук там ног чего-то еще да ну и дальше уже там все что человечество изобрело вот поэтому естественно первый конь и его его тоже ведь все это понятно что вначале мы по мысли потом делаем да и делаем тоже по накатанной конечно вначале призывы убивать на пропаганда разжигает там нелюди там нацисты фашисты вот нас всех убить хотя там нормальные люди вот потом идут их убивать когда их будут убивать что происходит конечно же происходит кризисы мы с вами видим экономические кризисы естественно людей убивает некому работать теряется трудоспособность из там инвалиды ранены свет получается то есть все это нахлёстом идет до когда много трупов когда убивают тех самых там как врачей всех на подряд разрушает инфраструктуру нету света газа воды чистый и так далее да что начинается болезни эпидемии все вот эти вещи да естественно когда одни призывают убивать всегда будет гонимы те которые будут призывать к любви и миру поэтому гонения но естественно все эти войны все эти разрушения все будет что за собой нести природные катаклизмы естественно то есть мы с вами видим как все это с одной стороны имеет место ступенчатость но действительно все это вот я я мог бы знаете как просто было непонятно если у меня был дар супер видео монтажа я вам конечно все это как-нибудь как сейчас очень любит вот с монтажом красиво подал но у меня таких даров нет поэтому я вот делаю как умею конечно же вот если вы обратили внимание я после воцарения антихриста сделать такую длинную картиночку она прям на все три с половиной года то есть от 2 книги откровения она как бы распростирается тоже это мы знаем точно что от воцарения антихриста до второго пришествия сухриста он будет править три с половиной года его во время это будет изливаться чаши гнева на царство его в принципе мы с вами знаем что и два пророка будут пророчествовать в иерусалиме три с половиной года и церковь родившая некое дитя будет тоже три с половиной года но заметьте если эту картинку царство антихриста я растянул на три с половиной года именно такой картинкой то к пророку их церкви я просто сделал такую рамочку вот я вам сейчас сотру все ведь тут такая у меня рамочки что просто было понятно что период три с половиной года но так как мы не знаем где он точно он сейчас будет двигаться у нас по шкале времени то я вот поэтому сделал такими полупрозрачными дату здесь просто написал события что означает и не стал все зарисовывать а царство антихриста видите я вот так то что это вот точно у нас есть зафиксированная период и события это тоже очень важно понимать ну и вот чаши этот изобразил как бы все это время будут изливаться я к тому что вот эти кони конечно же по идее эти события я мог их растянуть чтобы было понятно что они все вот идут вот так вот то есть он начался и продолжается по шкале времени началась и продолжается началась и продолжается да то есть они все дополняют друг друг то есть они начинаются чуть позже но потом они скачут все вместе то есть все это идет событие то есть продолжается пропаганда всю войну продолжается ну тут у меня я на был мне не так сделать ну вы поняли надо было хотя бы до сюда дотянуть да вот то есть все все вот по эту вот линию так скажем до чаш все это продолжается то есть каждое время она вот так вот идет пропаганда на протяжении всего периода войны идет война естественно кризис голод естественно мора эпидемии естественно гонения на честных людей сажают убивают в концлагеря ссылают куда угодно да то есть все мы с вами видим все это все время продолжается более того я вам скажу такую вещь что в принципе а кто нам сказал что все это остановится до трех с половиной летнего периода царствования антихриста во первых кто смотрел мои все эти видео предыдущие в царстве антихриста не будет никаких войн не будет междоусобиц не будет ничего об этом нам четко написал апостол павел в первом в первом послании фессалоникийцев открыв такую тайну до что когда будут говорить мир и безопасность тогда он и явится поэтому вот на протяжении вот этих вот трех с половиной лет царства антихриста не будет уже никаких воинов все люди на земле якобы помириться но мир от такой будет палочная абсолютно палочная палочная такая дубе дубинчатая полицейское государство со штыками на военных штыках держащиеся да все ли все как бы царство объединяться вон не будет но будут что обязательно конечно же гонения на церковь мы это символьно знаем когда дракон будет за женой пытаться убить ее ее потомство да да будут гонения на светлых чистых людей так нам и сказано что здесь терпение вера святых когда вас будет убивать и вы будете дополнять число избранных вот но самих войн не будет но кто кто нам сказал что вот это вот вот эти вот кони вот эта вот война не будет продолжаться именно прям до самого царства антихриста что не то что у нас мы берем трех с половиной летний срок вот этого времени до до царения антихриста и делим его прям пополам у нас три больше трех с полет то есть 175 года на печати и 175 на трубы тут я вам скажу что действительно это это не факт вот здесь последовательность не обязательно действительно это здесь может идти раскрываться все дальше и дальше параллели о чем я говорю ну о том что только что рисовала что действительно пропаганда она может длиться вот до последних времен ну пропаганду убей всех кроме там такие кроме похожих на нас да вот до воцаре антихрист потом тоже такой пропаганда не будет будет только убей святых всех вот и все эти времена действительно будет длиться вот да прям до царства антихриста то есть три с половиной года до воцарения антихриста будет мировая война будет голод кризис будет эпидемии все эти болезни и так далее да будут гонения стесть на святых ну гонение на святых в принципе можно конечно продолжить и вот вот так вот они будут прям до конца эти вот просто отра от разных то скажем людей от своего то там будет в своем государстве будет гнобить когда будет мировое государство мировое правительство там тебя уже будет она гнобить но суть не важно поэтому в принципе гонения они как су сказал да меня вы убивали гнать пророков меня убиваете будете убивать и гнать и моих учеников принципе тут от начала мира ничего нового под небо ну и природные катаклизмы как видим здесь просто в шестой печати конкретные вот заметьте там просто конкретные события описаны там великое землетрясение сильный град то есть чего не говори хоть мы и говорим что они могут там продолжаться какое-то время может быть даже но они немножко разные поэтому их принципе запараллеливаем но не можем одно в другое свести вот ну все это же самое 7 печать все же там происходит но очевидно что мы читаем что будет происходить то что если вы обратите внимание то семь ангелов трубящих первые четыре давайте я уже все это податру буду вам что первые четыре ангела 4 ангела трубящих речь в основном идет о да вообще если вы обратите внимание давайте еще раз первые пять печатей они как бы относят нас и показывают нам когда люди доставляют страдания и боль и убивают друг друга то есть люди вредят людям хочу тоже что вас вот такие вот я вам такие набрасываю какие-то знаете выводы тоже что у вас в голове все это видите складывался вам книга откровения будет очень понятно со временем после просмотра видео может быть вы еще раз и почитайте то есть первые пять печатей это люди вредят людям грех на земле делают только люди и бесы до духе зло злобные духи есть духе светлые есть духе темные да если вы обратите внимание то первые пять печатей если мы действительно их просто сложим все впоследовательно хотя они могут накладываться но если сложно у нас получается 14 событий 14 так называемых страданий до 7 печати и 7 ангелов трубящих то из 17 из 14 треть 1 5 это люди вредят людям то есть вот так вот люди вредят людям а уже 6 я вот так нарисую просто круг кругом вот так и вот так вот заканчиваем куда пропало и вот так вот заканчиваем то есть там начинается я бы если мог вам поняли друг по другом эти поставить ну чтобы они вот так продолжались то есть следующие 46 это когда вред природе наносится да то есть вред людям причем его причиняет люди а потом вред природе причем его причиняет ну неважно как бы истоком могли быть люди могут быть злобные духи но суть в одном страдает природу но здесь через нее страдает и человек а уже последние так называемые три ангела трубящих это уже духи злые причиняют страдания людям то есть люди людям ну и хотеть потом природы людям то есть страдает если человек книга откровения для кого для нас до великой скорбь то есть мы сначала страдаем друг от друга от людей потом мы страдаем от природы потом мы страдаем от духов тоже чтобы вам у таких было понятно как и немножко можно их так разложить и классифицировать я надеюсь это понятно и вот как мы с вами видим в принципе не суть важная игру накладывается это лет я к тому что еще вот тоже знаете я вот размышлял и с близкими тоже действительно мог ли все эти события нам кажется их так много 7 печати 7 ангелов трубящих может и все это произойти за три с половиной года конечно может вторая мировая длилась сколько у нас шесть лет всего все семь лет до семь лет так скажем или 66 все-таки получается ну там точные даты если брать да ну шесть лет если правильно говорить все таки не будет шесть лет всего это какой нас двадцатый год 50 70 лет назад то ну тоже уже 75 там там точно все высчитывать ну от начала и от конца смотря откуда считать в более 70 лет назад около пусть там шести семи лет шла вторая мировая где-то там япония на на востоке она еще дольше там длилась кто знает вот ну пусть даже всем гру 6 лет это при том при тех событиях при тех при том уровне коммуникации распространение информации и оружия которые были того времени сейчас так что думать что последние времена вот эти вот и вот эти три с половиной года это так скажем мало я бы не сказал по моему этого достаточно при при современном развитии и на техническом так называемом коммуникационном вот этому все что у нас глобализации так который у нас произошла что все мы живем на одном шарике все понимаем все видим везде навигация gps и возможно все это будет и будет все и в таком распространении болячки я говорил этих эпидемий мы сами видим как все это с коронавирусом было потому что нас есть самолеты поезда вертолеты все это можно делать быстро все доступно дешево поэтому действительно братья события более 70 летней давности там 100 летней давности когда была первая мировая то конечно сравнивать уже это так скажем не актуально или актуально но только если в положительную сторону в сторону тех убеждений что действительно все три с половиной года вполне достаточно срок чтобы на земле просто от сотворить до плюс это уже нам как бы события конечно описывается к этому какой-то как какой-то шел подготовительный период да то все это вполне реально вот так вот я надеюсь что вам все это видно понятно и еще раз напомню как видите на картинках так а таки немножко более мутными цифрами не очень яркими по поводу того что вообще мы вошли не вошли в книгу откровения я всегда говорил что в книге есть очень четкие цифры да нам нету дат что там это будет 25 там декабря 2022 года еще чего-то каких-то дат у нас есть цифры есть очень часто периоды и вот я еще раз напоминаю что всадник имя которому смерть на бледном коне это четвертая печать которая будет открыта ему дана будет власть не над четвертой частью земли меня один там тоже в свое время пытался как-то перри фраги как-то извратить эту фразу что но вот ему просто дана власть на четвертую часть а там кого-то он умертвит нет в книге откровения давайте с вами прям как раз еще раз прочитаем от 6 глава всадник на белом коне имя которому смерть мы читаем следующее и когда он снял четвертую печать я услышал голос жертв четвертого животного говорящий иди смотри и взглянул и вот конь бледный и на нем всадник которому имя смерть не зря кстати у него такое имя то есть ему давно власть именно умертвить то что имя его смерть это есть сама настоящая смерть и от следовал за ним и дана ему власть на четвертую часть земли чтобы умертвить ее до мечом голодом мором то есть эпидемии зверями земными то есть имя этому всаднику смерть и ему дана власть умертвить не власть над ними кого-то там умертвить а именно власть умертвить четвертую часть населения земли это очень важно произошли эти события когда вот я говорю сколько я там слышал про калифа калиптиков когда что-то цитирует из там с 13 главы вообще из сас и царство антихриц который уже началось я уж молчу про тысячелетний царство иисуса христа когда там что-то гога и магога пытаются который восстанет на народ святых с иисусом который уже будет 1000 лет со христом в израиле жить да и пытаются это на кого-то на современных натянуть там она китай и америку гога и магога я просто смеюсь и плачу одновременно да это полная чепуха книга откровения последовательная и вырывать какие-то стихи там из тысячелетнего царства притягивать на современность это такой бред это говорит лишь от недалекости неразумности и непознание истины человека вот и действительно теперь первый такой сигнал очень хороший знак того что происходит это нет будет умершвлена вот сами и теперь мы с вами договорились ну я по крайней мере так говорю вы сами принимаете или нет что пусть да пусть даже это все будет тянуться до царства антихриста пусть эта цифра нам естественно сказано вот не то что я тот кубик да вот так вот нарисовал то есть какое-то время вот это и вы надеюсь вы поняли вот у меня таймлайн то это шкала времени за 0 я естественно беру начало последнего времени начала книги сейчас секундочку вот это у меня шкала времени за ноль я взял начало последнего времени начала книги откровения вот у меня пополам делится это три с половиной года и семь лет это второе пришествие иисуса христа до мы с вами здесь все и три с половиной года вот это все его царство ну естественно как мы понимаем что то есть плать 7 отнять три с половиной три с половиной идет еда вот и конечно же вот это вот одна четвертая и этот всадник по сути мы видим что это вот до конца это не то что там произошло 1 4 умерла а потом пятая печать гонение нет мы видим что все это действительно вот вот как я вам рисую картинки можно растянуть ведь я бы слих растянул не было бы тут трубы все бы каша получилось мне некуда их было бы помещать то есть мы с вами видим что все это будет вот до последнего и за все этот период то есть нам же просто все это рассказывается последовательно по книге потому что невозможно книгу писать в то без семью там столбиками да и говорит что это последовательно что эти события последовательно открывающиеся и действительно так как они описываются но они выравниваются во временной шкаре потому что они открываются по времени просто лишь дополняют друг друга да вот все это мы с вами видим я если вам это понятно то есть до 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 царя антихриста как минимум как минимум умрет четвертая часть населения земли но так ли это на самом деле нет это не так казалось бы она красиво все выводил кто знает я записал отдельный ролик что до воцарения антихриста погибнет половина населения земли 1 2 откуда мы это знаем да потому что как видите вы здесь вот то есть это нарисовать до сюда мы не можем оказывается можем нарисовать только до сюда все-таки вот так вот только до сейчас я вот тут вот линию прочерчу все таки если трубы начинают открываться седьмой то на самом деле вот это вот убийство 1 4 умершление 1 4 население земли это будет только вот досюда может быть вот досюда почему досюда объясняю потому что когда мы с вами видим шестого ангела трубящего там будет ну давайте ладно за читаем находим с вами шестого ангела и читаем с вами шестой ангел вострубил и я услышал один голос из четырех рогов золотого жертвенника стоящего перед богом говорившись шестом ангелу умевшему трубу освободить четырех ангелов связанных при великой реке и фрати освежи освобождены были четыре ангела приготовленный на час и день и месяц и год для того чтобы умертвить третью часть людей число конного войска было дверь тьмы тем я слышал число его так видел я введение коней и на них всадников которые имели на себе брони огненные гиацинтовые и серные голову у коней как головы у львов изо рта их выходили огонь дым и сера от этих трех язв от огня дыма и серы выходящих изо рта их умерла третья часть людей то есть еще раз во первых то что я вам помните показал не просто так все вот эти последние три ангел трубящие все связано с миром духов или невидимым миром который влияет на людей как раз вот это вот и и шестая труба мы с вами видим умирает еще одна треть я произвел в том видео простые вычисления от 8 миллиардов четвертой части это 2 миллиарда умерла остается 6 1 треть которая описана вот сейчас мы с вами прочитали при шестом ангел трубящим это еще 2 миллиарда от 6 миллиардов одна треть от 6 это 2 и того 2 и 2 которые умерли это 4 а 4 от 8 изначально которые были я беру допустим сегодняшнее население земли если книга откровения вот-вот открывается а 4 миллиарда от 8 это половина то есть мы с вами видим что сначала 2 погибает как четвертая часть от 8 и потом еще 2 как третья часть от 6 но в общем и действительно тогда мы с вами тут я правда они у меня стоят последовательно да но вы видите что действительно мы единственное можем почему можем досюда дотянуть если вот это вот шестая труба вот так вот тоже я вам тоже сказал конечно же несмотря на то что мы с вами читаем опять вот это все последовательно и казалось бы это времени вот отсюда вот как досюда длится да на самом деле действительно это просто опять последовательно описываемые события но возможно что во времени они становятся параллельны и тогда мы все эти линии конечно же сейчас я все дорисуешь вот то конечно же нам их просто так описывает возможно они открываются так скажем параллельно да то есть мы все доводим вот до этой точки когда они вот мы здесь читаем и открылись да когда у нас 7 печать была снята и появились эти 7 ангелов трубящих и нам хоть и книга описан их последовательно возможно мы можем считать что это параллельно или вот как я вам рисую действительно нет ничего плохого что они вот описаны вот так вот вот с небольшими ступенечками но потом продолжают идти там солнце третьей части луны померкнет и это событие потом будет продлеваться и до самого конца но действительно они с небольшой с небольшой такой зазубринками ступеньками друг от друга отстоят и тогда действительно мы с вами вот эту 1 4 доводим вот до этой части до 1 3 у нас уже вот здесь вот и того вот за это период за весь период до воцарения антихриста погибнет половина населения земли очень сильная цифра поэтому я рука да там вы знаете вот что только про книгу откровения и вы знаете почему я именно смеялся в лицо именно почему со мной хоть там пытаются кто спорит там да ты сам вот говорит что есть и параллельности а услышать есть параллельности но не шиворот-навыворот мы не за тканый период читаем книгу это очень важно да мы читаем последовательно да я показывал всем на той же самой библии сейчас вам на то есть там библия много раз показывал конечно же время библии начинается там с бытия да вы помните пятикнижие мыс маисеева они читаются именно как раз последовательно но конечно в книге в пятикнижие мысея там есть дубляжи повторы то есть рассказывается вспоминается опять события из какой-нибудь из исходов то в том числе да но это не говорит что книги но потом идут вы помните книги судей тоже тоже там я уж не помню энное количество пусть их уже забыл сколько там судей вот а потом начинается книги царств и книги что и книги пророков и книги писания пророков и царей поэтому конечно же несмотря то что библия со собрана последовательно но я даже старался так читать кто помнит ветхий завет мы читали с вами царство мы читали параллельно пророков мы читали параллельно их писание то есть так называемые учительские книги пророков и царей вы с вами все это помните царство книги пророков и их учительские книги то же самое псалтырь те же самые экклезиаст те же самые притчи соломона мы с вами все пытали пытались вкраплять если где-то надо параллельно я помню разбирал по времени кто помнит и старался в царство пока шли пророков всегда конкретному царю кто при ком был все показывать чтобы нам это во времени все это помогло как-то раскрывала потом опять сходила все это к чему к евангелию все до евангелий с хотите чуть четверо евангелия мы с вами там марка луки матфея и иоанна конечно же кто хоть раз смотрел мои чтения евангелия тут видел как я читаю по сути одно евангелие любое беру помню я все если если что-то есть параллельные места которые дополняют что другой евангелист аисус вот так сказал или более широко сказал на тем я все показывал чтобы мы об этом событие же одно и то же событие просто четырьмя разными людьми описано это одно и то же событие мы читаем их только параллельно евангелие да мы смотрим да если что-то совпадает это параллельно конечно там есть что-то оказывается иисус ее туда зашел а оказывается иисус еще то-то сделал да тогда сразу события последовательно стыку и стыкуется кассон еще это сделать в этой евангелия вставлял я вставил его сюда из того евангелия если 4 одно собирать это будет последовать на событие а те где одинаково описаны я буду их просто так скажем складывать и дополнять если там был какое-то еще слово оказывается иисус на целое предложение на целую фразу больше сказал при этом событие просто одного это так сказано кратко другого вот так вот я просто дополняю собирая такое одно евангелие потому что иисус жил одной жизнью до его описи описывали четыре разных человека поэтому мы их раскладываем про липу параллельно в истории до чтобы их как-то совмещать это вот одинаковый событий так совместили а вот здесь да по одной сюда а из этого сюда он сейчас лакас там был то-то дело у этого и здесь написано что он еще тот и делал да мы не в одном из евангелия кроме и она не знаем много событий которые делал иисус не беседу с самарянкой не там беседу с никодимом не воскрешение лазаря не исцеление там этого слепого от рождения мы ничего не знаем мы можем их лишь так называемые синаптические евангелия матфея марка и луки лишь и она туда доставлять а оказывается перед своим уже арестом убийством воскресением вознесением иисус оказывается когда был последний раз на празднике там пасхи в свои последние года и даже дни уже проповеди до кассон там лазаря воскрешал мы эту в евангелии можем вот так вкрапить свои события вот потом то же самое книга деяний апостолов до книгу деяний мы читаем уже параллельно с посланиями апостолов я кто знает книгу деяний и но также пытался читать да я не не дел книгу деяний и туда все в один плейлист и послание запихивал нет но я останавливался записывал послание кто меня последовать слушал он как бы со мной так бы читал но я и когда при книге деяния грел а вот почитайте послание со мной я их а беру переключаюсь и записываю послание тоже понимаешь что где-то вот раз идет речь там об акове надо вот его послание прочитать идет речь и петре идет речь а так называемом соборе кто помнит в 15 главе надо почитать собрание где очевидно об этом соборе вспоминается там у павла да мы дополняем прочитав у нас какое-то мировоззрение складывается а что там было кто там думал да и заканчивается все меня уж тут не влазит да все это заканчивается книга откровения все эти деяния и послание то есть библия сама по себе она хронологически во времени она абсолютно последовательная давние есть за параллельные места это описание жизни царей а другое дело что цари сами писали можешь какие-нибудь солны как царь давида а другой дело что в его время еще жил пророк который либо сам о себе там что-то писал либо о нем потом составляли все эти жития все эти же события у нас приход там пророка к царю описаны и в книге по-своему их книги царства и у пророка есть это же момент тоже описан когда там пророк приходил к царю там обличал его допустим до нас и там и там есть немножко по разному описаны мы лишь из двух книг узнаем царей и пророков оба ну то она может даже в учительской книге что-то вспомнит об этом или какая притча сказано вот это все очень важно понимать вот такие вот вещи так что здесь все то же самое да и поэтому очевидно что конечно же раз эти события не просто я имею ввиду кто там кричит уже все уже тут антихрист царство антихрист уже печати всем паспорта этой печати все поставил принял печать антихриста там карточку взял все чепуха как мы с вами видим прежде чем воцарится антихрист и будет прежде чем люди начнут принимать его печать а кто бы не будет принимать тот будет убиваем то до этого еще как мы видим какие ужасы должны происходить это очевидно что Ну, так как мы с вами живем во времена после Второй мировой войны, ну, очевидно, мы называем, что нас ожидает третья, вряд ли будет четвертая. Да, уже с тем развитием технологий, что мы способны Землю просто как шарик расколоть какой-нибудь бильярдный напополам, ударив об кафель, вот, то здесь уже очевидно, что мы с вами действительно в последних временах, и что вот это все описано, это, конечно, описано в печати, описано Третья мировая, это уже очевидно, да, вот, ну, естественно, потом следствие Третья мировая, все эти катаклизмы, которые будут у нас с природой, все эти проблемы возникать, они откуда будут возникать? От деятельности человека, от разрушительной деятельности человека в виде этих всех войн и так далее, биологических, ядерных, химических, всех этих оружий, воздействия разрушения инфраструктуры, опасные те же самые электростанции, атомных гидростанций, все это, электричество, все это будет, естественно, разрушать и природу, все эти удары, даже просто без ядерных, здесь настолько сильное оружие, что он там Землю сотрясает, чуть ли не сдвигая какие-нибудь тектонические плиты, да, чего только сейчас нету. За всем следим и спутника, весь шарик под названием Земля у нас на ладошке, поэтому очевидно, что все это будет вот так вот по списку, так скажем, да, вот, и цифра очевидная, так что вот так вот. Давайте переходим к воцарению Антихриста. Если с ним все понятно, и мы сегодня с вами, в принципе, ничего разбирать не будем, из 13 по 19 подробно, но у нас на рубеже, так скажем, 12-13 главы, кажется, просто есть моменты, есть события, которые должны тоже мы понять с вами, да, понять для чего. Вот я вам вот такую схему тоже покажу, тоже я зарисовал, то есть я даже сам, я не скрываю, я вот до этих моментов, я уже много раз оговорился, еще раз оговорюсь, до 24 февраля 2022 года, когда расисты вторглись на территорию Украины для их уничтожения, я книгу «Откровения» один раз прочитал, чтобы записать в свое время, это года уже три назад было. Иногда у меня были какие-нибудь ролики на апокалиптическую тему, но в основном они были как раз, по сути, с разоблачением от того, что там якобы вот уже последние времена, все, бежим, спасаемся, да, солим огурцы, картошку в подвал затариваемся, вот, и я все, естественно, вот это вот все высмеивал, обличал, вот именно потом, а почему я вам сейчас рассказал, что по событиям книги «Откровения» только идиот, да, утверждает, что мы живем в ней, нет, мы в ней не живем, мы, может быть, при дверях, и, может быть, мы уже в этих событиях просто, история оценивается по результатам, чтобы какую-нибудь дать оценку события должно произойти. Я всем говорю, что, конечно же, уже поняв, что вот-вот мы все это с вами видеть будем по масштабу, вот, это очень важно. Я вообще всегда это тоже говорил, вы прекрасно знаете, что делать не в том, что что-то удивительное будет в последние времена, что у нас когда-то и не было пропаганды, призывающие творить зло, или вообще служители зла, служители слова, людей, которые душу дьяволу продали, да, всю историю, начиная от, да, от Евы, которая соблазняла Адама, да, по сути, такая же, служители уже слова злого, да, вот, и пошло-поехало, то есть, естественно, мы с вами все это видим, когда не было злых пропагандистов, как бы их ни называть, в каких бы сферах жизнедеятельности человека они не были, что войн не было, всю историю человечества они, что эпидемии, кризисов не было, они всю историю, что голодов не было, эпидемий, они всю историю, что гонений не было, всю жизнь гнали святых, добрых людей, и даже Бога, любовь, явившись во плоти, и того распяли. То есть, все это мы с вами видим, ничего новенького, я всем говорю, как Иисус сказал, да, что когда вы все это увидите и услышите, не ужасайтесь, как бы надлежит всему тому быть, потому что все это было, всю историю, от первых песен Адама с Евой ничего не изменилось, абсолютно, да, все то же самое, под небом и нового ничего нет, как и Голезиас все правильно говорил. Я говорю, в чем отличительная книга, в чем отличительные события и такие, так скажем, для нас галочки книги откровения, они очень просты, в чем отличие, в масштабе, в масштабе происходящих событий, вот и все. В масштабе того, что люди докатились до того, что они могут просто уничтожить свое, так называемое, существование. Да, мы все вечно, мы не можем умереть, куда-то сгинуть, но мы действительно способны вот эту божью матрицу, школу жизни, как я называю, адскую школу жизни, познания добра и зла, всех ужасов зла и всех, всей прелести добра, вот, мы действительно можем эту школу просто закрыть, взорвать, как говорится, да, мы те ученики, которые доросли до того, что мы можем просто уничтожить эту школу, вот и все. Чтобы этого не произошло, вот Господь, так скажем, и сдерживает, да, и, в общем, все это закончится по Его воле, так скажем, да. Так что вот так вот, поэтому здесь ничего удивительное, именно в цифрах, и я именно показывал, что так как это не произошло, конечно, все бредни по поводу книги Откровения, что мы там вошли, что вот-вот-вот Христос грядет, нет, мы с вами видим очень явные, очень очевидные, я не знаю, конечно, со мной не так много людей, хоть говорю там, да, это единицы, кто спорит, что это, потому что, вы знаете, я всегда показываю по Писанию достаточно понятные, очевидные вещи, еще их своими словами, в простоте слова, все это договариваю, объясняю, разжевываю, как Павел писал, как мать, как женщина разжевывает, да, молоко своему младенцу, не молоко, а пищу там, да, вот, переводя его от молочного питания, от грудного питания к грудного молока, к твердой пище, я вам в этом помогаю, да, и поэтому просто времена не было, я поэтому особо не углублялся, да, никогда, но так как мы сейчас действительно, возможно, при дверях, предыдущий ролик перед этим был как раз крайний, кто меня последним смотрит, я записал, да, смерть от страха смерти, ибо люди в последней времена будут издыхать, это по Евангелии от Луки Иисус такое говорил в своей апокалиптической речи, что люди будут издыхать от страха смерти и бедствий грядущих на Вселенную, я поэтому записал, что действительно знания, незнания в нас порождают страхи, и мы боимся, становимся несчастливыми, а знания, правильные, мудрые, истинные знания, помогающие нам правильно жить, они нас лишь утверждают и делают счастливыми, потому что у нас нету страхов, вот, и когда я читал до этого, как-то у меня было впечатление, помню, что я читал так последовательно, и думал, что да, шесть печати, шесть труп, мы не знаем, сколько это времени будет длиться, но у нас есть две очевидные цифры, это два пророка и дева, они будут проповедовать три с половиной года, дева в пустыне, убежавшая от дьявола, который после войны на небе был архангелом Михаилом, незринут на землю, тоже пряталась в пустыне три с половиной года, и самого царения у нас три с половиной года, и я так, ну, так скажем, на легкую воспринимал, что это, что это у нас последовательное событие, я так прочитал, думаю, ну, три цифры есть, ну, как минимум одиннадцать с половиной лет, десять с половиной лет, простите, как минимум книга «Откровение» длится, но вы знаете, когда я стал в это глубоко вот в последние времена погружаться, к Богу взывать и упрошать, что да как, вот, тоже мне очень важно знать, хочется знать, хочется поделиться с этим, как проповедником, с детьми божьими, да, чтобы не издыхали от страха, не волновались и все понимали. Конечно же, когда я стал глубоко, говорю, вникать, погружаться, вопрошать у Бога, конечно, я пришел к очевидной для себя мысли, что это все тоже, несмотря в общей последовательности, конкретно эти три события, которые у нас описаны, это параллельные вещи, да, и вот из такой, как видите, табличку, она превращается из последовательной в параллельную, да, и по сути это всего три с половиной года. Именно это меня убедило, что и, похоже, что и седмица, семилетие книги Откровения, все сходится, все складывается. Давайте на иллюстрированной картинке все то же самое еще раз посмотрим. То есть, во-первых, мы с вами знаем, что, я себе позволю книгу Откровения немножечко переставить события, мы с вами знаем, что есть, ну, хотя, ладно, давайте мы сначала все-таки с вами, вот, два пророка, да, то есть мы с вами читаем, это более того, действительно, из книги вот тоже, из книги слов не вырвешь, давайте все-таки по книге идти. Два пророка появляются после шестого ангела трубящего. Действительно, это очень важная последовательность, несмотря на то, что вот войну на небе я изобразил вам, как видите, вот здесь, вот наверху, и до трех с половиной лет, сейчас вы поймете все это, почему. Давай сначала о двух пророках. Некие два пророка в Иерусалиме появляются, имеют нереальную власть там, затворять небо, затворять, ну, от дождя затворять там, засуху посылать, да, и они проповедуют в Иерусалиме. Во-первых, я всем, опять же, говорил, что этого события не случилось, поэтому мы явно не в книге Откровения, но так как они после шестой печати, да, то, что мы можем быть в ней где-то вот, где-то вот здесь вот, вот, ну, как я вам уже, то, что мы все сказали уже, не знаю, сколько раз вам все это буду говорить, что этих цифирь не произошло, то есть мы тоже не в ней. Ну, уж мы точно не где-то там еще дальше, где вот эти, говорю, где вот эти два пророка, кто-нибудь о них слышал, более того, все, что там описано о Дух Пророках, как они будут явно всем миром, явлены всему миром, действительно интернет все это будет показывать, их убьют, они воскреснут, будут вознесены на небе, взяты живьем на небо, все это будет там специально транслироваться, труп их не будет позволять брать, вот, говорю, прежде, их воскресенье, три с половиной дня, три дня там, да, вот, то есть где мы это все видели с вами, нет, мы ничего с вами подобного не видели, сейчас уж благодаря интернету мы с вами обо всем этом все, по крайней мере, у кого есть, уж точно узнаем, да, я сомнений, думаю, никаких, они будут проповедовать три с половиной года, и вот, казалось бы, я вам уже только что еще раз показывал, еще раз скажу, что, в принципе, мы как будто, я тут не могу картинки двигать, вы просто смотрите то, что я рисую, я думаю, все это достаточно понятно, ну, грубо говоря, вот эта вот картинка, она должна была быть где-то, ну, вот здесь вот, да, то есть до, 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 до этих трех с половиной лет, то есть как бы вот так вот, ну, на месте вот этой вот, сейчас где у меня шестая труба где-то вот здесь вот, просто понимаете, что это параллельно, ни ее, ни закрывай, ничего, а то есть она до этого, потому что все эти события у нас описаны уже в одиннадцатой главе книги Откровения, мы с вами идем вот последовательно, но все это описано, когда шестой ангел вострубил, умерла как раз одна треть или, ну, дана власть, то есть люди гибнут, гибнут, и вот эти вот два пророка, это очень важно, вот, и сначала я думал, что, ну, может быть, они, то есть это все может быть до царства антихриста, а потом я подумал, естественно, поразмышлял с Божьей помощью, с Божьим упрошением, конечно же, чтобы он не открыл все это, ну, а почему они не могут быть и дальше, почему именно эти, что, людям представляют, что царство антихриста это уже вот все, да, войн не будет, да, в этом плане они будут говорить мир и безопасность, все хорошо, никто нас теперь не нападет, атомную бомбу не сбросит, что будет в третью, в третью мировую, да, теперь мы живем вот так, под единым государством, единое правительство, единая религия, все хорошо, ну, а кто сказал, что эти два с половиной, что все эти три с половиной года, вот эти вот два пророка и не будут в Иерусалиме, как раз в самом сердце, возможно, этого царства антихриста, ну, выносите мозг и не давать жить спокойно, причем, почему их тоже, почему они так долго будут, говорю, книги от ранней все есть, я, может быть, даже я сознательно вам все это не зачитываю, так, своими словами, вы погрузитесь в это, у меня все там с картинками, все тоже понятно, с выделенными текстами, с разным цветом, чтобы понятно было, где диалог, где речь ангелов, людей там, вот, я просто вам показываю, что я по памяти так все, в принципе, неплохо знаю, как все говорят, близко к тексту, вот, их не смогут никто тронуть, потому что всех, кто будет к ним прикасаться, им будет плохо, да, вот, это тоже очень важно, именно поэтому они смогут, смогут они в царстве антихриста вот так вот стоять, возможно, смогут, бог именно такой дает, вот будет давать власть, это чтобы хоть кто-то каялся, все это, конечно, не просто так, вот, это такое, будет такие, как они написаны, два светильника, светильник виден, от него свет, да, почему эти события не могут происходить в царстве антихриста, вполне могут, вполне могут, в принципе, эти события могли бы происходить, конечно же, никто не мешает им происходить, и это все, как бы, это все событие, можно было вообще вот сюда встроить, потому что Рерман описывает все последовательно, в принципе, почему это от начала не могло происходить, от начала книги Откровений, ведь это событие просто описывается, как я вам сказал, да, я хочу обратить внимание, почему я тоже не могу это утверждать, и, наоборот, не всегда слушал, когда мне, помню, вот, я говорю, там, да, но дело мне пытались дурь втереть, что там и чаши, чуть ли не туда же, чаши я вам показал, точно никак невозможно впихнуть в это, что все это параллельно, да, я говорю, я даже делал сводную таблицу и показал, там есть несколько перекрестных вещей, которые просто абсурдны, я вам сегодня одно продемонстрировал, где получается, что и во второй печати только треть написана умрет, а тут же во второй чаше все живое в море умрет, а при ангеле трубящем только треть всего живого в море умрет, то есть, получается, они взаимоисключающие, как все это, все или одна треть, вот, это очень важно, вот, то есть, в принципе, эти пророки могут быть и до, но, говорю, так как они, в принципе, последовательно описаны после шестой, после шестого ангела трубящего, надо не забывать, что даже, вот, как я вам сказал, да, здесь хоть и последовательность, надо не забывать о том, что если вот этот сдвиг небольшой, и он равен где-то, это плюсой, как я вам сказал, что эти тоже, вот, как мы с вами видим, что все это открывается вот такими вот ступеньками, я говорю, а может быть, действительно, все это вот так открылось, но даже если ступеньки вот эти, ступеньки могут быть небольшие, но если хотите месяц, месяц, два, три, там, четыре, то есть, буквально, их с трех с половиной лет, если мы даже возьмем, да, из трех с половиной лет, возьмем, то, там, грубо говоря, пять месяцев пусть, на самом деле, это уже три года, то есть, если мы с вами даже, вот эти, ангел трубящий трубят каждый через месяц, сначала пожары, через месяц, треть всего живого в море умирает, через месяц, треть всей чистой воды зараженной люди умирает, еще через месяц, треть луны и солнца не дается у света, и еще через месяц, вот, за счет там, выходит эта бездна, да, но там у нас нет никакой цифры просто, и еще через месяц, вот эти четыре ангела, которые с четырех краев земли, вот этими какими-то там дымом серой, и чего-то там умерщвляют треть населения земли, да, то почему именно в это время, и в шестой печати и пророки, да, все это получается, грубо раз, два, три, четыре, да пусть даже шесть месяцев прошло, то есть, у нас, оказывается, три года, то есть, и тогда, сейчас я вам все это уберу, еще раз, тогда вот эти ангелы, как я нарисовал пророки, они вот отсюда, то есть, они как бы вот так вот нахлестываются, я надеюсь, вам просто понятно все, что я это рисую, то есть, то есть, вот этого всего, я просто здесь стереть это никак не могу, я вам вот так, то есть, вот это вот зачеркиваем, не досюда длится, а вот весь этот период, он вот он, он проходит, то есть, у нас получается, три года до воцарения антихриста, и всего лишь 0,5, то есть, полгода царства антихриста, а не еще и мозг, ведь во время царства антихриста, оно начнется с сильнейших гонений, и написано, оно будет продолжаться до второго пришествия Иисуса Христа, во-первых, благодаря Иисусу Христу и его апостолу, мы знаем с вами, что будут святые, будет церковь Христова на земле, она будет встречать своего жениха, до его второго пришествия, все эти бредни по поводу восхищения церкви, у меня на это есть видео, вы знаете, все это чепуха, вот, церковь будет на земле до второго пришествия Христа, оно будет, естественно, после 3,5-летнего правления антихриста, последней семилетки человечества на земле, так скажем, хотя Иисус придет тоже на землю, с тысячелетнего царства, ну, вы поняли, да, может быть, я немножко тавтологично сказал, вот, то есть Иисус придет у нас вот здесь, вот, то есть оказывается, и все, и там, там несколько раз на протяжении будет описано, что все время вера святых, жатвы, помните, здесь терпение, вера святых, соблюдающих заповеди, то есть любящих, врагов, являющие, и что, и Слово Божие за свидетельство о Христе, вы помните, то есть святые будут умирать в Господе на протяжении всех этих лет Антихриста, вот, поэтому думать, что эти пророки, так скажем, не пережили воцарение Антихриста, его коронацию, ну, это большой вопрос, большой вопрос, я говорю, действительно, может быть, это вообще вот так можно, тогда, в принципе, ну, может быть, они и были убиты в день его коронации, где-то так, вот, и, в принципе, все складывается, более того, я говорю, мы привязываемся к этой печати, а ведь действительно, и я говорю, я хоть нарисовал вот печати и трубы вот так вот, как говорится, ну, потому что действительно, как будто печать, как будто она раскрывает, седьмая печать, как будто раскрывает шесть труб, это тоже очень важно, но действительно, кто его знает, может, все это вот так вот накладывается, как-то вот так вот, мы не знаем, то есть, в принципе, эти, я что хочу сказать, что вот эти три с половиной года, я вам сейчас вот на такое, Здесь покажу, то есть, еще раз рисуем здесь вот уже шкалу, да, вот эти вот у нас 7 лет, ноль, 3,5. То есть, вот эти вот, вот эти вот три с половиной года пророка мы можем и сюда с вами вставить, и, как мы с вами видели, и вот так вот вставить, и вот так вот вставить, и вплоть до того, что действительно, возможно, эти светильники воссияют именно тогда, когда Антихрист что, воцарится. с этой седьмой печатью да это очень важно понять ну или там буквально до 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 его воцарения за несколько вот там шестая трубы 6 ангел трубящий то есть он буквально вот вот там за немного тем более ты это я это я же говорю что как бы в начале пытаюсь здесь к началу как у нас трубил а возможно как раз действительно вот как я прямо здесь вот нарисовал тоже вот я вам последний вариант в принципе вот как я здесь по он попытался нарисовать он уже перед я в принципе здесь на этой картинке изобразил то есть незадолго до воцарения антихриста и появляется эти два пророка немного не доживут до да 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 явление христа до второго пришествия христова вполне может быть вполне может быть вот так вот с двумя пророками в принципе надеюсь мы с вами определились то есть это никак вот по этой иллюстрации не говорит о том что они действительно должны быть это прям вот три с половиной года и пошло поехал то есть это обязательно последователь события мы не знаем мы не знаем это то же самое как как я вам про евангелие действительно говорил да есть события одинаковые в евангелиях описано тогда мы их в одно погружаем в одно сливаем потому что есть просто разными апостолами по разному описано прощальный ужин со христом все четверо писали и марка матфея луки и она мы понимаем что одна была прощальная вечеря до 1 прощальный ужин ужин авто было много да но прощальный ужин тоже завтра христа с утра в ночь христа арестуют вечером они сидят последний раз и вместе как он сказал больше не буду пить с вами это вино только теперь уже в небесном царстве да вот это очень важно мы понимаем что это одно событие четырьмя разными описано мы их просто все смотрим одно другое дополняет мы в одном видим одно в другом другое оказывается вот еще что было касса там еще и ноги иисус умывал ученикам благодаря евангелия то она мы знаем да вот это очень важно все одно там другое дополняет благодарю луке мы знаем что касса иисус два раза чашу поднимал один раз как чаша радости вино символизировала другая чаша как чаша крови виде винограда и скорби это его жертвы которые мы все должны такой же жертве на любви жить да вот но есть событие как я уже по евангели показывал которые дополняют да очень важным которые мы последовательно вставляем потому что они описаны никого не значит просто было мы должны в какую-то временной шкалу вставить вот и поэтому конечно же мы видим что с вами два пророка единство за что можно зацепиться что действительно все таки происходит при шестом ангеле трубящим это очень важно понимать поэтому действительно может быть сначала мы вот от нуля отсюда взять не можем чтобы его дотягивать до сюда да вот но где-то позже мы можем а будет ли они вообще на протяжении всего воцарение антихриста вполне может быть и вполне потому что над ними будет бог я грубить их никто не может до царство будет будет мир и безопасность да правда все как павел писал будет ненавидеть друг друга ибо любовь во многих иссякнет да будет такой палочная полицейская на военных штыках государства но действительно как-то люди будут жить без всякой внешней агрессии вот но внутренние дети божьи всегда будут терзать детей тьмы дети дети дьявола обличением вот такой вот жизни в несвободе в нелюбви ничего такого не будет надеюсь этим двумя пророками разобрались идем дальше дальше у нас с вами мы с вами при седьмом ангеле трубящим вот два пророк мы с вами пролистали и седьмой ангел трубящий и седьмой ангел вострубилась и раздались на небе громкие голоса говорящие эти события мы не будем немножко тут землетрясения гром великий град и произойдет которого никогда не было как говорится на земле и мы с вами видим на небе происходит у нас вернее на земле происходит что церковь рождает никого так сейчас я открою так чистим что у нас происходит у нас описано событие что на земле появляется ну это это дева она рождает младенца я уже говорил что это образ либо 1 какого-то прям великого сильного проповедника но мне больше видится что это расскажем совокупное значение это все будет по всему лицу земли много восстанет проповедников таких сильных слове будет пасти и жезлом железным это говорится словом таким ну в общем пророки с хотите но пророков уже нету вы знаете да как таковых о будущем пророчестве пророчка называется еще вторая его сущность его его вид это служение обличение поэтому называется жезлом железным по слову будет говорить грешники покаетесь до призывать и будет именно такую активную жизнь вести проповедническую вот уж многие люди конечно живут такой своей тихой тихой домашней жизни конечно добрые зла не делают сколько мог делать добра но все-таки служение слова это по сути слова проповедниц как конечно учительская но учительская обычно тоже учат тех наш учитель не тот кто тебя учит а тот кого учишься ты это очень важно да вот а проповедники пророки те которые как павел писал про своих врагов это как жало в плоть как язва для грешников да как обличителя как свет который сжигает тьму вот и действительно будет такая вот группа людей мы с вами видим тут же нам описано что и произошла война на небе вот как я вам сказал сказал действительно знаете не хватает просто вот в откровении тоже меня многие и я красный я сам говорю что да я не против что это действительно событие последовательное и ну давайте чуть-чуть я прочитаю и произошла война на небе и махаил и ангел его воевали против дракона и драконы и ангел его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе и неизвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаной обольщающий всю вселенную неизвержен на землю и ангел его низверженность не с ним и слышал я громкий голос говорил на небе ныне настало спасение сила царства бога нашей власть христа его потому что низвержен клеветник братьев наших клеветавший на них пред богом нашим день и ночь они победили ее кровью ангдзе и словом свидетельства своего и не возлюбили души свои даже до смерти и так веселитель с небеса и обитающий на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему осталось времени этот дьявол сходит и что и начинает гнать церковь он ее гнать начинает бог ее прячет в пустыне на 1260 дней она скрывается и рассверепел дракон на жену что не смог ее догнать и истребить чтобы но 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 и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени и сохраняющим заповеди божьи и имеющими свидетельство иисуса христа то есть женаты отрождать много кого будет до всяких святых разных да мы видим что дракон на нее и и не может как бы цистребить вот но всю всю церковь истребить но будет с разными от семени и и воевать да и потом эти гонения мы с вами как я вам показывал давайте еще раз покажу вот воцарение антихриста 13 глава и где тут да прям самом начале написано дана была ему уста говорящий гордый богохульна и дано было ему ввести власть со святыми и победить их и дана была ему власть над всяким коленом народом языком и племенем поклоняться ему все живущие на земле которых имена не написано в книге жизни вангца заклан закладного от создания мира кто имеет ухода слышит кто ведет в плен тот сам будет пойдет в плен кто мечом убивать тому самому длежит быть убитому мечом здесь терпение и вера святых это явно указание на тех что те кто являются детьми божьими когда богохульники будут нас убивать мы не должны с ними воевать мы должны иметь просто терпение и веру в то что каждому по делам по добрым то ли злым и мы все добро вкусим взять на того что мы делаем и страдания будь все время с вами вот уже перед старым пришествием когда жатвам в очередной раз еще раз читаем где тут у нас где тут у нас сейчас я вот когда жатвой пустил серб так и за терпение здесь здесь терпение святых соблюдающих заповедь божий веру в иисус как ведь у меня все говорящие картинки гонения чтобы сразу понятно я услышал голос неба говорящий мне напиши отныне блаженно мертвой умирающий в господи не просто все мертвеца умирающие в господи да говорит дух они успокоятся трудов своих и дела их идут вслед за ними то есть гонение будет на протяжении всего царства антихриста по поводу войны на небо то есть мы с вами видим ну прежде всего она открывается как говорится при седьмом ангеле трубящим да я и поэтому здесь где-то и нарисовал нарисовал все правильно я вам почему сказал но как мы видим с вами я уже тоже сказал в принципе а чем мы взяли что эта война не может длиться на небе вот в принципе здесь все что мы с вами видели во всех этих семи печатях и семи ангелах трубящих это же то что на земле просто я говорю знаете в евангелии ну это не евангелие это откровение в откровении не хватает вот таких слов как в то же время да тем временем на небе тем же время судка тем временем сокращенно тем же время в тоже время на небе же в это время до обычным так мы слышим парамер Vietnamese или современных как-то книгах фильмах когда это говорится хотят про что в тоже время там ты призhog тут любой блогер говорит так вот судят тот тот был на украине а в америке в то же время там байден делал то уже самое путьим в тоже время вот там на сайте об этом сказал тот же то в одно и то же время будет вот да мы с вами тот и тот и тот узнаем война на небе почему не могла длиться вот на протяжении всех этих то есть на земле идет третья мировая и на небе идет война почему нет почему вот это вот событие которое я здесь назвал война на небе там вот архангел михаил снежин низвергает дьявол почему она не могло длиться там три с половиной года вот все вот эти вот времени вполне могло длиться да ну как я углю пойдите поспорьте в том плане действительно мы с вами читаем что все это вот происходило я вам что ли картинку не перестал что все это происходило вот так вот папа параллельно в смысле что от начала было по сути мы с вами видим что все-таки это важно мы видим что в книге описывается вот трубы поочередность у них есть цифры знаете сам по сам по то что печати и трубы идут и имеет цифр цифренное значение 1 2 3 уже говорит о последовательности что тут спорить тогда не написано сразу что все они в одно время открыли все печати первая печать вторая уже сами цифры тоже кто-то санатурю до сих пор сколько использует пусть таких людей немного ну и пытаясь просто рассуждать игры слушать но сами сам порядок цифр говорит нам уже последователь 2 цифра идет за 1 3 за 2 4 за 3 5 за 4 6 за 5 7 за 6 мы с вами видим что уже об этом нам говорит поэтому конечно же война на небе опять же надо понять на небе есть вообще время до или вечность поэтому здесь знаете цепляться за это война на небе нам ничего не сдвигает как ведь я вообще да сам ролик я еще я руна то что я вот записал вам про 7 ну что вообще она есть сроки тогда и времена записал вот этот ролик он такое тоже собирательные мы с вами и события рассматриваем ведь и говорим там конечно и о цифрах какие-то вот этих которые нам говорят вошли мы не вошли но очень важно что я еще пытаюсь как бы хотите доказать показать и доказать что в принципе ну или свои аргументы высказать почему война почему все-таки книг откровений действительно еще раз то что там я где-то коротко касался и просто опирался написание вы помните про седьмину там что где просто сказано что да вот некая семилетка будет да здесь мы с вами пытаемся все это просто уже совокупность тех знаний что нас были все вот применить совместить и посмотреть все ли у нас складно получается вот нарушаю действительно в 3 7 лет вкладывают все это вот просто сейчас мы разбираем участность уже это эпизод войны на небе принципе все складывается да ведь как я вам говорю что у меня картинки тоже всегда не просто так леплю я ее вам говорю делал почти дня четыре шлифовал так менял так чуть изменял да то 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 пробовал так то там все переделывал вот они как бы все равно многим чем говорят что у вас прям схема была в голове вот она вот не зря она вот такая меду по ширине да то есть это ширина действительно вот согласуется то есть что же не прям то есть начал печать ангел то подрубил да вот и когда он уже подрубил вот как раз началась война на небе то есть принципе она начинается где-то вот здесь вот ну и продолжается вот там сколько-то лет здесь вполне может быть сколько и год и два и три сколько угодно то же самое что все я вам про пророка показывал что это когда у здесь начинается это все может быть там три года до и полгода после воцарения то же самое здесь принципе эта война на небе могла идти один год вполне почему нет то все этого достаточно и дьявол низвержен на землю в принципе действительно ведь дальше мы с вами по 12 главы читаем 13 то действительно дьявол низвергается как видим прям вот в этой точке прям во время воцарения антихриста прям к нему на парад попадает похоже на правду вполне похоже и начинается вот эти вот особо сильные гонения каких не было от начала мира да и как иисус сказал если бы не убрать кто не спаслась бы никакая плоть похоже это на правду похоже и вот это вот невеста убегающая жена которая будет сохранена в пустыне три с половиной года а семени с прочими и и он будет воевать похоже на то что эти события прям будут идти чисто вот это вот гонение жената будет и руки какие-то святые люди которые но так более-менее тихонь и как бы я бы их назвал будешь и свои куда-то по деревням там попрячутся будут жить переживать время антихриста до 2 пришли с христа но прочие от семьи и такие лидеры проповедники учителя мученики кто может они не только даром слова обладает но все равно не можешь не стал где-то скрываться что прочие от семени разные быть люди церкви у нас рождаются да с разными талантами дарами миссии вот так как мы видим что там не зря написано та же самая цифра действительно при двух или трех свидетельствах истинно всякое слово то есть гонение вот это вот описано это действительно вот тут похоже на то что это событие просто параллельно описано и как хотите другими словами евангельскими двумя авторами одно и то же событие ну или одним автором как мы видим два события описано последовательно ну а про параллельных вещах потому что царство антихриста он будет править и нам сказано что все это время дьявол неизвешенный на землю возможно к его воцарению да с неба будь три с плана года что церковь ничего с ней сделать не сможет она спрячется но основном так скажем да а и и и плоды и и дети очень активные будут что будет конечно дьяволом этим убиваемый на антихристом дьяволом все вместе они будут конечно ходить по одну сторону будут душить все сходится все сходится цифра там одна и та же 1260 дней так что вот я прошу при прежде я вам такую ведь съемку показал ее набросал потом такую иллюстрированную сделал событиями ну потому что там я побольше о чем хотел поговорить о чем вы все это и услышали а здесь я в начале просто когда-то я вот такую сделал потом сделал это как бы второй вариант чтобы наглядно все было на одном экране мы с вами видим да можно конечно и так разложить и принципе как говорится доказать что-то кому-то тяжело но вот я с я склоняюсь к этому второму варианту я говорю и здесь как бы вот эти не были события они все три с половиной летние они все-таки где-то тут рядышком и все это вот сюда вот накладывается то есть все как бы складненько ладненько получается да вот но вот такие вот им события принципе мне кажется даже вам все сказал чё забыл что не забыл что забыл что не забыл ну про чаши гнева и тоже вам просто хочется сказать что что мы с вами откроем это просто так знаете уж ладно что уж в одном ролике все было по поводу чаш тоже если где-то услышишь кто-то там чепуху какую несет что они там тоже чуть ли уже не сбываются или сбылись то все это конечно чепуха да у нас чашах тоже не так много цифире если вы обратили внимание то их действительно много в ангелах трубящих да то есть нас треть лесов сгорит когда там тоже ой вот везде смотрите все горит в россии там вся тайга горит в америке там вся аляска там горит да или еще что-то там вас в австралии пол австралии чуть ли не сгорела в южной америке там джунгли горят вот ну как мы видим масштабы не те я всегда показывают цифры это огромные цифры написано что при первом ангел трубящим сгорит треть всех там деревьев лесов при втором ангеле трубящим треть всего живого в море погибнет при третьем треть всех вод питьевых станет не вас горькими там пить невозможно будет будет люди умирать от того что они зараженные будет треть солнца и луны померкнет это тоже это не надо будет нам там всяких астрономов там чё-то каких-то там смотреть по телевизору нам будет показывать не этот все будет явно любому человеку когда треть луны потухнет и треть солнца померкнет это все будет очевидно и все это будет и видимо каждому кто кто хочет увидеть как скажу да а при чашек у нас так скажем каких-то тоже много цифр нет вот я уже говорил при втором а при второй чаше которую была вылет ангела в море сделать и море сделать как кровь как бы от мертвеца все одушевленное умерло в море это тоже очень явные цифры показатель кто с ними будет спорить что мы там уже живем в царстве антихриста конечно полная чепуха и седьмая чаша тоже такая хоть какие-то нас есть такие в других ничего нету но в седьмой чаше описано следующее седьмой ангел вылил чашу свою на воздух и из храма небесного от престола раздался громкий голос свершилось и произошли молнии громы и голоса и сделалось великое землетрясение какого не бывало с тех пор как люди на земле такое землетрясение такое великое и город великий иерусалим распался на три части и города языческие пали и вавилон великий воспомянут пред богом чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его и всякий остров убежал и гор не стало и град величиною в талант пал с неба на людей и хулили люди бога за язвы от града потому что язва от него была весьма тяжкая то есть мы видим какой-то некий просто великое первых землетрясение великий град с неба до землетрясение которое расколет иерусалим как на три части то есть но это все очевидно не было это так вот вам к к к к к к к концовочке вот но в принципе все сказал я говорю суть этого ролика во первых вам просто такую наглядную схематичную что кто читает книгу откровения она была думаю после этого видео вы много увидите многое поймете в ней нет ничего сложного первый вы заметили открою книга начинается не не с 6 главы а с 1 на всем грудь там очень все понятно первая глава предисловие 2 3 так скажем краткой евангелия дать хотите вот эти божьи и претензии и заповеди церкви в виде семи светильник вы помните ангелом семи с церквям такой краткой евангелия да и в общем то по сути вердикт почему начинается книга откровения то что это не исполняется 4 5 так скажем как ты даже не знаю правильно папа 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 книги когда пишут ну не развязка когда она там по сути все это предисловие как бы так знаете если и секс корбе тоже книг оскорение сейчас называют великой скорби действительно тогда с 1 по 5 главу просто можно назвать предисловие да то что я просто видеть на небе как там 24 старца вот нас сами скорбит нас начинается с 6 главы со снятия печати из той книги как раз там описывал иисус ее снимает и я все это на небе видит да и вот шестую ну и воцарение второе пришествие христа описано в 19 главе 20 тысячелетнее царство если хотите описано великий суд ну там начало и конец до 21 о новой земле о новом небе немножко нам приоткрыто вот и все ее структура очень понятно я вам ее уже в принципе озвучил да и на иллюстрациях вы сейчас достаточно видите да там есть еще какие-то мелкие события так все нам раскрыто но вот по крупному вот вся вам книга откровения на у вас на экране очень все понятно и я выделил все эти цифры показал вам все это я говорю да мы можем что-то мне конечно не интерактивная такая карта было бы неплохо чтобы я вам счет это двигался включал выключал вот но все это очень тяжело делается над какой-то супер монтаж обладать там до ни одну неделю потратим на такое видео которое посмотрит там 10 человека вот поэтому я надеюсь вам все это и так стало понятно такие вот времена и сроки вот так все это будет происходить все очень очевидно понятно действительно все будет за короткий срок кто-то я знаете слышал в адрес такой но зачем мне тогда все знать если грубая уже когда четвертая часть мы уже вот а вот тут и антихрист ну да суть знаете книги откровения не в том чтобы на самом деле каждый человек у каждого человека в жизни она вот откровение сегодня и мы можем завтра пойти ко христу в любой день никто не знает ни дня ни часа как сказано когда он придет то же самое никто не знаете дня час когда я ухожу когда каждый из нас с вами уходит поэтому жить надо как иисус поэтому и сказал это все хорошо что вы все это узнали я вам все тут приоткрыл и с апокалиптические речи иисус но вы говорит несмотря на это все бодрствуйте ибо не знаете ни дня ни часа что вы можете в любой момент уйти да а бодрствовать в чем надо в святой жизни в любви ко всему божьему творению как раз к растительному миру к животному и человеческому и даже к миру из хотите духов вот так вот поэтому все понятно у меня вот такие вот мысли по поводу знаете следующее видео дата второго пришествия иисуса христа она связана с этим видео именно там когда я буду говорить о дате когда иисус придет тоже я все я вообще вот эту серию видео написал как бы не просто тогда она как бы взаимосвязана где-то роликов 10 на кто заметил получилось вот потому что именно поняв дату мы понимаем что мы тоже не можем сейчас жить в книге откровения и точнее мы не можем жить вот в семилетней книге откровения да и считает что книга крови больше вполне может быть уже я наоборот буду от этой даты отталкиваться да вы там узнаете дату посмотрев это видео вот а если дольше то тогда опять же знав дату если она действительно верно да эти вычисления те откровения которые у меня есть которым я с вами с удовольствием поделюсь то действительно получается что книг откровения не может быть больше семи лет иначе мы в ней живем а мы в не очевидно не живем даже несмотря на все эти события современные якобы при дверях третьей мировой войны но так как она еще не начинается я всем утверждаю что сам себе и говорю тут же обличают что если может все пламя затухнет пламя ада которая на земле возгорается кто знает то вот если не затухнет если разгорится с действительно расширская агрессия против украинского народа выльется в третью мировую вот на опять же здесь не расширство правит миром и не только в них вся проблема вот если китай не нападет на таиланд да то и если там на востоке всего не воспылает треть мировая начнется да все таки из-за одних расистов все должно взорваться как скажем одновременно но вот это это видео связано будет будущем и в будущем я буду говорить как больше того вы видите все вот эти события книги откровениях конечно же надо знать потому что когда ты их знаешь тогда ты понимаешь что вот это вот не может быть то что мы все время будем на них притыкаться это очень важно вот эти вот цифры показатели они нам о многом говорят ну вот так вот вот такой вот видео я надеюсь оно вам было полезно и интересно назидательное как всегда очень длинная но я надеюсь что тех кто хочет действительно обрести знания мысли мудрость чтобы не бояться что понимать что происходит к чему все кажется чтобы не знаете не было вот этих манипуляций сколько я видео пересмотрела вы знаете вот этого всякого вот ну помои всех вот этих вот несут обыче толкует все я издубленный пример я привожу от прогога и магога я давайте даже зачитаю это это 20 глава я вам только что структуру рассказал это уже времени время тысячелетнего царства иисуса христа более того это время его кончины когда опять действительно то есть вот вы сами видите да у меня даже иллюстрации все понятно то есть 20 глава это тысячелетнее царство иисуса христа давайте прямо сначала прочитаем и увидел я ангел исходящего с неба прямо сначала 20 главы имел ключ от бездны давайте даже с 19 просто картинки покажу чтобы вы видели вот она жатва пир со христом и его и его пришествие нам четко вот здесь написано вел я отверстие небо и вот конь белый и сидящий на нем называемые верны и истинной которую идет праведно судит и воинствует правильно судит и воинствует да вот то есть мы с вами видим и схвачен был зверя пророк производившие чудеса перед ним которым областил принявшим чертани зверя поклоняющие изображение оба живые брошены в озеро огненная горячая серую прочую убитым мечом сидящего на коне исходящего из уст его и все птицы напитались их трупами и увидел я ангела сходящего с неба который имел ключ от бездны большую цепь руке своей он взял дракона змея древнего который из дьявола сна на из и сатана исковал его на тысячу лет и изверх его в бездну заключил его положил над ним печать дабы не прельщал уже народы такой ли не окончится тысячи лет после же этого ему должно быть освобождено на малое время и увидел я престолы сидящих на них которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство иисуса и за слово божие которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою они ожили и царствовали со христом тысячу лет прочие же за умерших не ожили доколе не окончится тысячи лет это первое воскресенье блажен и свет и свят ум имеющий участие воскресенье первым над ним смерть вторая не имеет власти но они будут священниками бога и христа и будут царствовать с ним тысячу лет насколько нам рассказано про тысячи лет про царство уж про то что тысячелетним царство называют там времена от апостола до сего что это образно это все такая чепуха сколько вот этого игру простите говна скажу в богословии не в интернете а в богословии православия католицизм протестантизм зачастую ну и в умах человеческих когда же окончилось тысячи лет сатана будь освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы находясь на четырех углах земли гога и магога и собирать их на брань число их как песок морской и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный и не спал огонь с неба от бога и пожал их и дьявол а дьявол прельщавших ввержен в озеро огненной серны где зверь и лже пророк и будут мучиться день и ночь и во веки веков и что и увидел я великий престол белый престола сидящего на нем от лица же которого бежала небо и земля и нашлось и место и уил я мертвых малых великих стоящих ну в общем суд до великие и еще тогда море мертвых свой дел каждый и что мы с вами читаем 21 года глава и увидел я новое небо и новую землю слушайте ну куда еще нужно последовательное чтение чтобы убедиться про этот вот бред что гога и магога вот как это можно из 20 главы вырывать и чуть тут рассказывать про бога и магога там китай америка или чё не такое вот собираются на православных да нато нато гога это магога и начинают вот на 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 расистов но они себя расистами не считают да что вот мы православные за веру святую на нас тут нападает нато гог и магог америка и китайцы скоро там подключится такая чепуха вы же видите я поэтому для вас все это показал что да и я говорю сколько со мной спорят за это не спорят но тоже так и я сколько вернее так пытаюсь показывать все равно никто не какую дурь пишет я слушаю но ты же вот неужели ты сам не понимаешь что я уже сто раз говорил об этой последовательности да есть за параллельные места есть вещь который ну или как скажем как видим я уже вам это все тысячу раз показал за сегодня да может ступенечками открывается но потом все это в парале приходит как будто идет параллельно идет война добавился кризис добавился голод добавился эпидемии добавились звери которые будут людей убивать потому что посмотреть про вторую мировую про первую мировую когда там все леса на палом выжигали после этих бомбежек животным не есть ничего не жить негде не стали на людей нападать и в окопах немцы с русскими объявляли перемирие и шли там убивали всех этих животных волков чтобы они их просто по ночам там не 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 жрали заживо не нападали все они их среду обитания уничтожали все звери им деваться некуда они шли на человека вот все будет то же самое при третье мировое вот мы с вами все это видим поэтому да конечно события развиваются так скажем последовательно про плавно переходит в параллельности потому что все они продолжаются которое началось другой не исчезла что исчезла пропаганда нет она будет до последнего пока их там как как-то фашистскую пропаганду на виселице не сдернули до всех тех геббельцев вот так что ну или сами там как не погибнут вот так что вот так вот поэтому хотел с вами поделись что все вы понимали и чтобы не издыхали от страха смерти бедствия всех этих апокалиптических времен вот так вот так что вот такое мы видел но я вас и приглашаю на еще раз на следующее видео о дате второго пришествия иисуса христа господа моего и бога наш иисуса христа того кого мы всегда так ждем с любовью встречи со своим женихом будучи его церковью невесты какое может быть еще лучшее счастье для человека кому понравилось мое видео лепите лайки и поделитесь им на своих ресурсах и в сообщениях с теми кто ищет ответы на подобные вопросы все тексты все сайты вот это вот страничка где я все это собрал здесь текст практически никакого видите это иллюстрации и можно раскрыть сохранить она в более качеством будет большом формате ну и плюс вот эти два видео дополнительно я эту адрес этой страничке я добавлю в описании к этому ролику в первом закрепленном комментарии у меня все пока и это было Продолжение следует...